Здравствуйте, мои дорогие! Очень рада такой вот встрече с вами, неожиданной для меня. Я надеюсь, что я вас сегодня порадую. У нас будет очень интересный мастер-класс. Правда, я долго думала, что же вам предложить. Либо докупаж, либо какую-нибудь интересную куклу с папье-маши, или, может быть, какую-то тряпичную обрядовую куколку. Но, увидев замечательную вещь, я подумала, что она мне очень необходима. Вот такой замечательный бедончик. Посмотрите. И решила, что мне, раз он нужен, значит, нужен будет и вам. Вот такой мастер-класс сегодня мы с вами сделаем. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое стиль прованс? Такое в этом году замечательное лето. Наверняка вы выходите, гуляете по лугам. Да, парки запрещены, но луга, дачи. Это все нам подвластно. А сколько цветов, подумали вы? Почему бы не поставить в этот бетончик? Вы правильно подумали. Потому что так подумала и я. И вот сейчас мы сделаем с вами не декупаж. Мы сделаем с вами очень интересную работу с молдами. Что такое молд? Вот такие, посмотрите, силиконовые штучки. Да, с вылитыми формочками внутри. Сейчас мы их зальем. И получится у нас интересный мультик. Посмотрите, вот эту сторону я уже кое-что сделала, чтобы вам сразу показать. Итак, у нас с вами есть бетон. У нас есть клей-монтаж. Клей-монтаж. Посмотрите, момент-монтаж. Он нам будет просто необходим. Так, что мы еще возьмем? Ну, для вот таких, посмотрите, рельефных. Вот здесь, наверное, видно, рельеф сделан трафаретом. Вам нужны будут трафаретики. Любые. Какие у вас будут. Вот другого. Ну и что? Начнем. С чего начнем? Давайте сделаем с вами вот такую заготовочку. Она у меня вот, я вам покажу, она у меня вот сделана. Сейчас мы с вами ее попытаемся достать. Очень-очень аккуратненько, чтобы она у нас не лопнула. Дело в том, что вот можно заливать в молды любой материал. Может, у вас есть пластик, пластиков фирмы ДАС. Не засох у меня еще. Так, я вам скажу, что надо постоять обязательно, ну, сутки где-то, да? Сутки, чтобы молдик высох и потом его аккуратненько достать. Вот. Вот он у меня немножечко раскрошился, потому что я его залила буквально час назад. Вот. Вот я вам покажу. Но сейчас у нас есть возможность с вами сделать тот же самый молд своими руками. Сейчас мы с вами сделаем и этот, так, и вот этот. Берем клей-момент, заливаем клей-момент монтаж. Так, я прошу прощения за свои руки, поскольку я обожаю свою дачу. Мне приходится на ней очень много работать, поэтому я думаю, все, кто имеет удачу, меня поймут и не осудят за мои уникальные трудовые крестьянские ручки. Так. Ну вот, посмотрите. И мастихинчиком мы аккуратненько вот сюда заливаем. Еще раз скажу вам, что молд должен постоять сутки. Масса, да, вот этот клей, он должен застыть. Вот через сутки мы это все вынем. Вы видели, что я пыталась сейчас достать из формочки вот эту заготовочку. И она у меня лопнула. Почему? Потому что она просто не просохла. И вот так вдавливаем туда, хорошо вдавливаем, чтобы во все тонкие детальки туда оно все попало. Ну вот. Готово. И мы оставляем сушиться. Показываем. И оставим ее. Ну, заодно, чтобы мы время не теряли, мы сейчас подготовим вот эту еще формочку. А вот тут, посмотрите внимательно, тут вот в этой формочке есть еще более мелкая деталька. Она совсем тоненькая. Она уже успела высохнуть. Вот. Я вам сейчас положу ее сюда, надеюсь, вы видели, как она смотрится. Кто соскучился по творчеству, я всех-всех приглашаю к нам на занятия. Я надеюсь, что с сентября мы начнем заниматься. Всех девочек, достигших 8 лет, я приглашаю в наш коллектив, который называется «Лоскутница». Вот сейчас у нас трансляция идет с этого кабинета. Посмотрите, сзади меня, какие замечательные работы у детей сделаны. Там и декутаж. Посмотрите, и куклы Папье-Маше. Вот это все Папье-Маше. А это, это декутаж. Вот замечательная вот такая куколка у нас, да, с фарфоровым речиком. Кукла, кукла Мишка. Куклы народные тоже, они вообще сделаны из ваты. Посмотрите, вот совершенно свежая шкатулочка Марьяшина. Вот такая. Тоже Папье-Маше. Ой, Папье-Маше, декутаж. Вот такой, посмотрите, как вообще. Вот такая шкатулочка для рукоделия. Очень много брельефа, живописи, шерстью, валяния, посмотрите. И мы очень много делаем работ, связанных с рукотворной бумагой. Кто не знает, тот к нам придет и обязательно с этим видом творчества познакомится. Так, показываю. И этот мы тоже запомнили. Ну вот и все. Сейчас я вам покажу, что мы должны будем сделать на боковинчиках. Вот на вот этих. То есть, или вам видно, посмотрите. Я долго подбирала нужный нам трафаретик и выбрала вот такие сердечки. Вот они. Видно вам их? Вот они. Давайте вот мы сделаем, чтобы вы поняли, как это делается. Так, и у меня с этой стороны я тоже сделаю. С этой стороны давайте я вам покажу, как они будут. Вы можете закрепить это скотчем. Лучше это сделать бумажным скотчем. Ну вот так. Раз. На краешек только не закрепите саму картинку. Потом вы будете отдирать, ну и повредите сам перфаретик. Этого достаточно. Я думаю, что и в данном случае нам не стоит делать три. Мы сделаем один наверху. Фрагминтик. Этого будет достаточно. Посмотрите, вот это сердечко мы сейчас будем. Так. Я думаю, вам видно. Я думаю, что вот этого вполне достаточно фрагминтика будет сюда наверху. И сейчас смотрите, я вот эту линию отрываю со скотчем, но придерживаю рукой, чтобы не смазать. И только сейчас могу легко снять трафарет. Вот такое у нас сердечко наверху. Покраска бетончика все будет позже, когда высохнет у нас все. И тогда мы начнем с вами краситься. Ну, через сутки мы, например, приклеим вот эти две детальки. Вот эти, да, которые у нас в формочках наших в модах залиты. И начнем красить. Они уже будут, если они высохли, их сразу можно начать красить. Что такое Прованс? Кто помнит? Расскажи себе. Ну, конечно, да, это такая маленькая-маленькая провинция от Франции. Там родился этот стиль, это направление Прованса. Естественно, это подразумевает собой обязательно натуральные материалы, никакого пластика. Ни в коем случае. У вас должно быть какие-то вещи обязательно светлых тонков, на основе белого, да, которые сопутствуют. Чистого белого уже в природе нет, это какие-то еще сопутствующие белые цвета. Ну, все оттенки мы возьмем в данном бетоне, все оттенки серого. Может быть, лавандового. Лавандовые поля Франции, вы помните? Потому что даже вот картинки смотрите, не чувствуя аромата, через экран вы его начинаете ощущать, как пахнет лавандой. Вот это и есть Прованс. Мы обязательно покрасим бетон, обязательно создадим потертости, потому что бетончик наш пришел нам, якобы от бабушки, со старого чердака, которая жила где-то далеко, под Францией. Вот такую имитацию прованского бетона мы с вами сделаем. Ну, осталось совсем немножко, это просушить наши заготовки и вот то, что мы сейчас сделали с вами-то с трафаретом. Ну, а пока мы делаем маленькую паузу и чуть-чуть прервемся. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш мастер-класс. Нам надо было немножко прерваться, чтобы просушить наши молды. Вот, посмотрите, молды просушены, они уже приклеены, заняли свои места на нашем бетончике. И вот, что получилось. После того, как я приклеила, я прогрунтовала весь бетончик. И уже на этом этапе я могу вам показать, что было и что сейчас у нас есть. Вот так изменился наш бетон. Чем мы грунтуем? Я грунтую вот таким грунт-розой. Покупаю его в Максидоме, Аби. Его хватает на очень долго. Но единственное к нему требование. Его надо распылять на свежем воздухе. Постарайтесь, чтобы в этот момент у вас не было ветра. Или можно зайти в какую-нибудь ветрозащитную комнату, на улице, за стеночку, за дом. И все это аккуратненько опрыскивать. Сначала мы ставим бетончик вверх на ламе. Вот так. И опрыскиваем его. Обязательно соблюдать расстояние. Расстояние должно быть довольно-таки большое. Я делаю 20-25 сантиметров. И вот на таком расстоянии я прохожу вокруг бетончика. Когда он высыхает, а высыхает он достаточно быстро, тем более на воздухе. Я его переворачиваю и грунтую уже вот то, что у нас нет. Почему так нужно сделать? Обратите внимание. Вот здесь у нас должно везде, где попасть красочка. Везде все прогрунтовается. В наш молд и внизу, и сбоку. А также ручечки, да. Ну и горлышко я тоже так же грунтую. Ну вот, как бы, к работе мы в дальнейшем готовы. Мы начинаем работать дальше. Что нам необходимо дальше? Ну, а пока я вам немножечко оцелеку скажу о стиле Прованс. Я нашла у нас вот такие часики в кабинете. Мы с вами встречаемся все в том же кабинете. В нашей студии «Лоскутница» при Доме культуры Невский. Всех желающих приглашаем. Пожалуйста, посмотрите. Вот эта работа выполнена нашей участницей, Сашей Петровой. Это девочка маленькая. Ну как, достаточный ребенок уже у нас в девятом классе. Потому что у меня есть еще старшая группа для женщин. Приходите. Вот. И вот такие часики у нас с бетончиком. Они сделаны будут в одном стиле. Посмотрите. О том, что мы вам говорили, да? Рассказывали. Лавандовые поля. Вот. Тут все соблюдено. Обратите внимание, какие здесь сделаны потертости, Саши. Видите? Я надеюсь, что камера зафиксирует и покажет вам работу. У нас батареечки нету. Поэтому вот часики не текут. А так механизм все на месте. Часики рабочие. Так. Я откладываю и продолжаю. Нам надо взять теперь краску. Для того, чтобы выделить эти молды, вы можете взять любую краску. Фисташковую. Контрастную обязательно краску. Фисташковую, как правило, выбирают люди позитивные. Я думаю, что вы тоже позитивные все. А я выбрала то, что мне необходимо. Я использую вот такой. Дети его называют серо-голубой цвет. Детям всегда надо верить. Они всегда говорят правду. Вот. И мы сейчас покроем с вами вот эти молды. Для девачки. И мы начинаем прямо вот кисточкой в молды. Посмотрите. Старайтесь, чтобы прокрашивалось все внутри. Краску я не развожу ничем. У меня красочка готовая. Вы можете использовать любую свою краску. Стараемся, чтобы у нас были прокрашены и краешки, и бока у молдика. Чтобы все. Не бойтесь, если вы нечаянно попадете на грунт, вы его потом прокрасите. Спрячете все беленькой красочкой. Все будет хорошо. Так. Ну, это такое терпеливое занятие. То есть, вы не делаете в одну секунду. Надо очень аккуратненько все прокрасить. Надеюсь, вы видите, что я не тороплюсь. Да, мне хочется уже испортить работу. Краски вы используете любые, какие есть. Мы на занятиях, обычно с детьми, пользуемся красками вот такими. Олки. Это достаточно бюджетные краски. Мы привыкли к ним. Видимо, скорее всего, это слово очень подходит. Они хорошо колируются. То есть, можно найти необходимые оттенки, украски. Ну, а отдельно покупаем большую банку белой краски. То есть, вы берете, например, если вы хотите сделать такой же цвет, как у меня, вы возьмете белый цвет, голубенький цвет. То есть, там в баночке это синий цвет. Не берите синего много. Вам нужно совсем маленькую-маленькую капельку. То есть, положить он очень активный цвет. Он у вас быстренько забьет все. То есть, совсем немножечко. И у вас, ну-ка, скажите, что получается, если белый, мы смешаем вот с таким синим. Какой у вас получится цвет? Так, сейчас я вам покажу, где же он у меня. Белый и вот такой синий. Что у нас получится? Я вас, конечно, не слышу, но вы все дружненько мне кричите на той стороне экрана, что получится голубой. И вы совершенно правы, дорогие мои. И для того, чтобы сделать вот такой цвет, нам нужно добавить в эту краску еще черного. То есть, мы много не берем. Берем совсем маленькую капельку. Лучше всегда что-то лучше добавить, нежели потом краска у нас будет испорчена. И вам придется сильно ее разбавлять. Белой или добавлять краски. Всегда мы говорим о том, что краску выбрасывать нельзя. Капельчку черного добавили, посмотрели. Получился такой цвет? Вот эти малонасыщенные цвета, они обязательно с помощью черного добиваются. Обратите внимание, я всегда подхватываю край. Вот этот, чтобы он не оставался. Если я случайно залезу на сам бетончик, я его потом прокрашу беленьким цветом. Наша задача сегодня сделать молотый, покрасить. И сделать набросок, так же, как я вам говорила. Вертите, крутите со всех сторон, чтобы обязательно не было ни прокрасок. Вот так со всех сторон повертили, посмотрели. Так, прихожу к верхней части. Здесь будьте более осторожны, потому что она очень тоненькая. Просите вы меня, если у вас нет молотов, что же вам делать? Как поступить в этом случае? Ну, молотый сейчас я вам скажу, продается везде. Почему я решила вам показать такой мастер-класс? Чтобы вы знали, как его использовать дома, если вдруг вы не ходите куда-то, или сейчас лето, а сделать что-то хотите. Я пока вот делала этот бетончик, у меня столько идей родилось. Я думаю, надо, наверное, мне сделать еще один бетончик, в поддержку этому. В поддержку это означает, что он должен как бы с ним быть в одном направлении, но быть совсем другим. Ну, и я как бы уже задумываюсь. Такие кисточки я нашла у нас. Да, работайте со своим инструментом, к которому вы привыкли, да? Мастихин свой, он уже заточен под рукой, уже, я даже вот беру чужую инструмент, смотрите я переворачиваю бетончик почему чтобы увидеть где какие у нас не про краса остались вот так и вы поворачиваешься всех сторон получилась вот такая у нас история с вами понравилась вам эта история или нет расскажите не очень не очень понравилась тогда посмотрите может вот это больше вам нравится если мы сейчас выделим это все сухой кистью подчеркнем рельеф нашего мута и вот что должно получить многие мастера делают берут влажную салфеточку и стирают верхний слой остается краска только в углублении можно пойти по этому пути но я не очень люблю потому что получается такая немножечко грязь я люблю больше работать с этой кистью сейчас я вам это покажу как это делать мне нужно 5 минуточек чтобы это все подсушить 5 секунд и просушу феном вот я к вам снова вернулась красочка просохла фенчиком я подсушила и вот такая плоская кисточка смотрите что мы будем делать что значит выделить рельеф сухой кистью подчеркнуть рельеф посмотрите я взяла макнула краску и теперь эту краску я должна отбить на кисточке практически кисточка должна быть сухая и вот таким образом я начинаю работать по нашей заготовки при этом кисточку я держу горизонтально смотрите кисточка значит важнее сейчас я чуть-чуть сушу а 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 Надеюсь вам видно что получается, слегка дотрагиваемся до рельефа. Никогда кисточку не держите вот так, иначе то что внутри вы закрасите. Кисточка должна быть горизонтально вашему предмету, с которым вы работаете. Я сейчас посмотрю что у меня получилось. Сейчас чуть-чуть подсушим. Ну вот подсохла. Я смотрю что здесь рельеф более четкий, выделен более белой краской, значит мне нужно добавить еще. Я беру еще ноги и еще провожу. Хорошо задеваем за края и в центр, за края и в центр. Прямо беру кисточкой за краю, зацепляюсь и в центр, и в центр. Так и тут. Сейчас мы еще возьмем. Краска должна быть с неразвеленной водой. Так. Ну я думаю достаточно. Что делаем дальше? Посмотрите. Вот есть листа, которые вот здесь по границе. Мы чуть-чуть при прокрашивании задели саму нашу заготовочку. Да? Поэтому сейчас я беру другую кисточку, уже не плоскую, а с тонким кончиком. И мы сейчас эту разложим, пока даже не замачиваем. Может быть еще раз придется пройти. И пройдем красочкой слегка. Так, я вот возьму водички немножко. Возьму красочки. В данном случае краска должна быть такая же и динька. И вот смотрите внимательно, что я делаю. Я беру кисточкой и вот туда раз подцепляю красочку. Раз, прохожу по границе. Размываю вот этот красочек сильно глубоко. Ниты грем только по границе. Проходим только по границе. И вот кисточкой туда прямо раз, острием, я как бы вхожу в этот самый рельефчик, в углубление, где они есть. Вот. Что это получается? Это смягчаются вот эти границы перехода этой белой красочкой. То есть она становится у вас такая аккуратненькая. Можно этого не делать. Вот так, чтобы мы любим аккуратные с вами вещи. Вот. 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 Знаешь, что это совсем не так? Вот. 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 Сейчас я чуть-чуть уберу, где-то ли ушло. Осталось только рядышком с параллелочкой. Вот. 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 мы стараемся с вами сделаем очень красиво. Еще раз подсушим. Я подсушила феном, чтобы окончательно увидеть, хорошо мы прокрасили или еще раз можно. что-то будет. Вот. И еще раз подсушим. Вот. Еще раз подсушим. Вот. 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 Такая незатейливая вроде бы работа, но она вот приносит очень большое удовольствие, то есть здесь работа такие трудоемкие, сложные, а эта работа, работаешь и, что называется, отдыхаешь душой вместе с ней. Смотрите, меняется на ваших глазах что-то. У меня водичка. И теперь верхнюю точно так же мы проходим. Я надеюсь у вас у всех хорошее настроение. Такой замечательный летний день нам подарила природа. Радуемся каждому дню солнечному. Сейчас тоже еще раз подсушу. Для чего надо подсушивать обязательно краску? Смотрите, если краска не встала, это что означает? Не высохла. Да? Она бывает, как мы с детьми трогаем, встала краска или нет? Бывает, даже она уже не липнет и ничего не красят руки. Но она не встала. Она еще к щечке прикладываешь, а она еще холодная. Красочка еще не встала. И ты, когда по ней проходишь второй раз кисточкой, приснимаешь то, что недавно накрасила. Поэтому надо обязательно пользоваться феном. И как можно чаще сделав, либо ты делаешь перерыв в работе, просушиваешь работу, либо ты ее искусственным путем просушиваешь феном. Поэтому я опять даю сушиться. Не так далеко зашла тогда. Вот так вот. Вот так вот. Давай. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас остается нам сделать только набросок Если вы хотите выделить вот эти элементы, вы можете их тоже выделить Что мы делаем? Мы берем кусочек губки, поролон И буквально с легким-легким нажатием прикасаемся к нашим сердечкам Посмотрите, помните вот эти сердечки, которые мы с вами делали рельеф, да? Через трафарет Вот они наши сердечки Вот эти сердечки, их можно тоже выделить этой красочкой Но ни в коем случае не кисточкой, вы обязательно ее накортите Если взять на губку краску, ее точно так же отбить о сухое блюдечко Или вот одноразовую тарелочку И тихонечко-тихонечко, не чпокая, а легким нажатием губки мы прикладываем к сердечкам И тогда у нас получится выделить рельеф Я вот как-то вот решила, что этот рельеф должен быть вписан в сам бетончик И якобы он там есть Но у меня есть такое предложение Давайте мы, знаете, что сделаем с вами? Давайте мы с вами покрасим Все, наверное, не буду больше У меня есть такое желание покрасить Может быть мы покрасим с вами ручки Как бы считается Чтобы они тоже у нас как бы держали вот эту дуну Сейчас скажу несколько слов, каким лаком пользуемся мы То есть обязательно работу надо защитить с кулаком Да, кисточка красивая Видите, кисточки хорошие Мамочкам я всегда советую деткам с вами покупать кисти Лучше потратиться, купить хорошую кисточку Чтобы у ребенка было настроение заниматься творчеством Ну вот, мы с вами покрасили на второй уже раз ручки И покрасили наше основание Вот эту нижнюю полосочку Для того, чтобы бетончик встал на место Да, у него появились тяжелые основания Посмотрите, как он стал смотреться А сейчас нам нужно сделать наброск На бетончике он уже есть Я вам покажу, как он делает Мы возьмем чистый лист с бумагой Возьмем зубную щеточку Здесь очень важно сделать правильную консистенцию краски Она не должна быть очень жидкой Но и в то же время, если она будет слишком густая А она теперь наброска не получится Вот поэтому мы берем листочек бумаги Берем кисточку, щетку зубную И посмотрите, щетка должна быть очень жесткой Посмотрите, и мы делаем наброск Так, я смотрю, у меня ничего пока не будет Поэтому, ну то, что мне надо Этого недостаточно Так, мы возьмем еще красочки Ну и вот Сейчас посмотрите Смотрите Вот, видно вам получается, как на листике бумажки смотрят Вот Пробуйте И потом точно так же мы исполняем это на бетончик Так же направляем и на бетончик Да? Это понятно Вот я вам сейчас показала Этот наброск уже исполен Обязательно вытираем ручки Почему? Потому что грязными руками, если мы схватимся Мы испортим всю нашу работу Сейчас, когда работа полностью готова Нам надо ее будет покрыть лаком Каким лаком? Мы пользуемся вот таким лаком Это финский лак Мы его покупаем в Максидоне В данном случае это глянцевый лак Он нам не годится В данной работе будет использоваться только матовый Но если вдруг вы не найдете матовый Полуматовый Тоже понадобится Лаком покрыли Очень тонким слоем После того, когда он высохнет Можно тонким слоем повторить Это будет являться защитой вашей работы Ну что? Я надеюсь Вот такой мастер-класс По преображению бетончика Из фикс-прайса Вам понравился Нам осталось только пойти в гости А что одеваем в гости? Самые красивые платья Девочкам завязываем бантики А мальчикам одеваем галстуки Или бабочки Вот и мы сейчас с вами Оденем нашу Работку Красивый Оденем ему Галстучек А может завяжем бабочку Давайте попробуем Может и бабочка подойдет Ну вот Вот такой Наш бетончик готов В гости Собирайтесь и вы Пора Собирайтесь и вы Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова